Доброе утро, мои уважаемые подписчики и гости канала Живу на Селе. Я искренне извиняюсь, что в этом году мало уделяю внимания своим подписчикам, мало снимаю материала о своем усадебном хозяйстве, огороде и состоянию дел в моем огороде. Но хочу сказать о том, что очень много работы основной по реализации теплоизоляции, еще творческий проект занимает определенное время. И поэтому сегодня вот такой короткий обзорчик я все-таки решил сделать. И поэтому давайте мы все вместе с вами посмотрим, что же у меня тут происходит. Так, ну вот это вот тепличка, где находятся томатики. Томаты в этой теплице высажены. Все желтые, они зацвели. Но ситуация с погодой в Удмуртии такая, что у нас вот сегодня, сегодня где-то примерно 12 градусов тепла с утра, солнце. Значит, бутылочки вот у меня стоят. Сейчас я их буду наполнять. Но наполню их после того. Очень удобно, кстати. Они нагреваются очень быстро. Вот так вот у меня они расставлены по грядкам. Ну и, соответственно, потом, значит, когда прогреваются, через определенное время я осуществляю из них прям полив. Вот, это тепличка с томатами. Они все подвязаны. Сейчас надо еще по самой веревке, вот этой по самой струне тоже стебелек, стебелек подвязывать будет. Вот, чтобы он не раскачивался и прямо стремился к солнцу. Вот, пройдем дальше. Жимолость. Жимолость практически все мы собрали. Вот, но ягоды еще остались. Хозяйка Олюшка делает компоты. Компотики из ревни и добавляет жимолость. Ну и жимолость дает компоту из ревни цвет. Так, открыть с этой тоже надо стороны. Яблонька уральская наливная. Почти погибала, но вот сейчас пришла в норму. Я спас ее и очень этим дорожу. Так, что у нас здесь? А здесь у нас маки садовые расцвели. Так, это у нас желтая слива. Желтая медовая слива. Очень хорошая, вкусная. Будем надеяться. Что-то веточка вот загибла. Надо понять. Странно, подсохла. Но будем смотреть. Дичок вот тут пошел в рост. Тоже убрать надо будет. Так, здесь что у нас? А, здесь у нас кабачки. Здесь ряды семейного лука в перемешку с морковкой. Вот, в большой теплице. В большой теплице у нас тоже помидоры. Ее сейчас надо открыть будет. Сейчас мы ее с вами откроем. Так, я пока покажу, что у нас творится на второй половине. Которое мы с хозяюшкой выкупили. Вот. Но пока все притормозилось. Нужны дополнительные средства. Здесь у нас на месте старой теплицы сидит клубника. Картошка. Чтобы можно было кушать раннюю на хорошей грядочке. В перемешку со свеколкой. Вот. По краю высажена свеколка. А картофель сорт белороза. Вот так вот она себя чувствует. Очень хороший сорт. Так, покажу террасу, веранду, которую мы в этом году решили сделать. Вот она так выглядит с огорода. Потом я с ней у вас познакомлю поближе. Итак, вот открыл я большую теплицу. Большую теплицу в том году сняли очень много урожая помидоров. Порадовал сорт Катерина. Здесь томаты сидят вместе с перцами. Сорта различные. Ну вот, жирует немножко, потому что почва очень хорошая. В том году внесли сразу массу удобрений. Сейчас пройдем в дальний конец теплицы. Две бочки под воду. Вот. И здесь одна пластиковая бочка под воду. Тоже очень хорошо. Не нужно ни красить, ни ухаживать. Один раз вот приобрел, так сказать, эту бочку. Заполнил водой, подвел водичку и пользуешься. Очень хорошо прогревается. Вот перчики. С перчиками тоже нужно будет провести определенную работу. Посмотреть, что происходит с пасынками. Вот. А пасынки, они, конечно, и здесь присутствуют. И вот и помидорки все в пасынках тоже надо убрать. Помидоры зацвели, поэтому будем их еще дополнительно обрабатывать с завязью для стимуляции дальнейшей. Вот. Открываем очередную дверь, чтобы проветрить. Упираемся в яблоньку. Так, еще раз. Вот вид с другого полица. Такой вот. Сейчас ее продует. Вот так вот это все у нас выглядит. Скажу вам, что неплохо. Вот. Так. Сейчас мы находимся в другом конце огорода. Вот такое вот пространство. Пришлось выкашивать. Здесь у меня сидит чеснок. И довольно-таки неплохо. Грядка долгое время отдыхала. И вообще вот это все пространство долгое время отдыхало. И поэтому мы надеемся, что тут вот эти кучи не убрал. Потому что это все гумус чернозем, который сгребли мы. Вот. Во время расчистки зарослей. Здесь где-то у нас живет ежик. Хозяин топтун в этой куче за теплицей. Ну, в общем, работы много. Но так как глаза боятся, а руки делают. Я думаю, что все мы это с хозяюшкой постепенно осилим. Здесь у нас все будет хорошо. Ну, здесь кустики рыжовника сидят. Яблонька великолепная. Вот тоже кустик рыжовника. Четыре куста нам их хватает. Так. За забором у нас сидит зем клубника. Вот. С этой стороны картофель, с которым я вчера работал, окучивал его. Вот здесь вот площадочка с люцерной. Ну, там земли вот дальше за картошкой отдыхают. Еще одна теплица. Здесь парничок-огуречник. Огуречник. Вот так как холодно, вот развивается вот таким вот образом. Давайте заглянем сюда. Здесь у нас тыковки сидят, но тоже пока прикрыты от солнца были. Закрывал я. Здесь у нас огуречник. Так. Задвижечка закрыта. Пойдем открывать огуречник. Ну, а вы видите панораму нашего огорода. Еще одна бочка, еще одна бочка. Да, кстати, забыл сказать, вот лук желтеет. Нужно будет солью пролить, обработать от луховой мухи. Ну, и от ее личинки. Итак, что у нас здесь? Вот здесь у нас огурчики и перцы. Вот сейчас мы будем с вами эти огурчики подвязывать. несколько сортов. Я потом отдельное видео сделаю по огурчикам. А сейчас, вот видите, они лежат. Я сейчас поставлю камеру, настрою ее. И мы будем с вами подвязывать и купировать огурчики. Пока я выключусь, буду настраивать камеру. Так, ну что, уважаемые подписчики, гости канала. Займ Фьюри, он нынче называется Селянин. Давайте начнем вот с этого огурчика. Вот с этого огурчика мы начнем. Осматриваем его. Осматриваем. Значит, что у нас тут происходит? Сейчас еще ножницы возьмем. Значит, беру я вот такую леску полиамидную. Или еще, можно сказать, нить. Вот она такая. У нас супруга приобретала в позапрошлом году. Я не знаю, мы сразу несколько вот таких бобинок купили. Ну и, собственно говоря, вот все еще я ими пользуюсь. Даже не знаю, сколько они сейчас стоят, но не суть. Значит, вот у нас есть вот такой стебелек. Стебелек где-то более 40 сантиметров. Значит, что мы сейчас сделаем? Я сейчас у него просто-напросто вот эти листочки самые нижние, я просто их купирую. Уберу. Убираю. Так. Ну и, соответственно, вот эти вот все пустые цветы. Здесь какой-то еще пасынок. Я тоже его убираю. Дальше смотрим. Вот здесь розеточка, здесь розеточка, здесь розеточка. И идут вот такие пасыночки. Идут пасыночки. Я на первых трех розетках вообще ничего не оставляю. Ни цвета, ни пасынков. Вот таким вот образом все удаляю. И удаляю вот этот вот. То же самое. Вот. И пасынок, и цветочек я удалил. За этим мы посмотрим. За этим мы посмотрим, как будут развиваться. Вот эти усики я тоже с вашего разрешения удалю. Удалю. Вот. Так. Так. Ну, не знаю. Меня учили удалять. Я тоже удаляю. В принципе, когда мы подвязываем наш огурчик, как правило, я это делаю свободной петлей. Свободной петлей. Чтобы потом можно было приспускать, как-то регулировать, регулировать подвязку. Я это делаю свободным узлом или свободной петлей. Вот таким вот образом. Не знаю. Кто-то по часовой, кто-то против часовой. Мнение различное. Я вот просто обмотал. И поднимаю вот сюда, к этой перекладине. Я буду поднимать свой огурчик. Ну вот, примерно вот таким вот образом. Сейчас стебель будет стремиться вверх. Появляться новые будут цветочки, огурчики. Вот. Появляться будут новые пасынки. Пасынки мы будем оставлять на самом верху, чтобы сейчас, вот в данное время, вся сила растения, все соки помогали ему развиваться, этому стеблю огуречному. Ну и, соответственно, не первый я урожай получаю, значит, от корня, так сказать, а уже сверху мы с хозяюшкой собираем большой урожай и за счет дополнительных вот пасынковых петлей. Поэтому я сейчас продолжу работу, свою работу по подвязыванию огурцов, вот, которые у меня тут благополучно, вот видите, лежат на земле. Сейчас я их все подвяжу. Ну, а потом дополнительно проведу еще один с вами репортаж, сниму сюжет о каком-нибудь конкретном огурчике, сорте, который мы с хозяюшкой здесь посадили. Все. На сим откланиваюсь. Оставайтесь на канале Заев Юрий Живу на Селе. Слушайте мои песни. Значит, смотрите за моими огородными, значит, делами. Всего вам доброго и берегите себя. А с вами был Заев Юрий. Всего доброго. Ну что, уважаемые, краткое завершение моего рассказа по подвязыванию огурчиков. Как видите, работа произведена мною. Сейчас они расправят листики. Так как обрезал нижние все ненужные листочки, я их под корень, под стебелек пролил. Вот с этой стороны тоже самое. То же самое. Один даже пересадил костик. Вот. Своей работой я доволен. Уделил, наконец, внимание своим питомцам. Буду надеяться, что все будет хорошо. И я буду с отличным урожаем огурцов в этом году. Как обещал. Подробнее расскажу о посаженных сортах огурцов чуть-чуть позже. Скорее всего, отдельным видео. Вот. А теперь пошел заниматься другой работой. Меня ждет торговля базальтовыми теплоизоляционными материалами. Ну все. Пока-пока. Берегите себя и оставайтесь на канале. Заев Юрий Живу на селе Селянин. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова